Давайте начнем революцию вместе с комбинатом бытового обслуживания, фериал которого располагается здесь, на Ленина 131. Революция начинается с чего? Революция начинается с тотального снижения цен. Ну, к примеру, в 2-3 раза дешевле, чем в любых химчистках города Магнитогорска. Вы можете постирать любое белье, любую одежду, в общем, сделать все то, за что вы раньше платили. Ну, к примеру, 100 рублей, а здесь это будет стоить 40 или 50. Мало того, здесь очень хорошее отношение к ветеранам, потому что для ветеранов все делается, потому что у ветеранов иногда и сил не хватает, и возможностей. То есть, к примеру, доставить сюда и белье, и ковры. И для этого есть такая возможность, приедет человек, заберет. И, естественно, будет еще и скидка. 35 рублей платит ветеран за то, что человеку обходится в 50. Ну, к примеру, там, постирать брюки. Вот. Но самое хорошее, то, что комбинат бытового обслуживания лицом повернулся к ветеранам Великой Отечественной войны. Для них все делается абсолютно бесплатно. Так что это очень хорошо, что люди повернулись к нашему такому многострадальному населению. Которое в действительности запугано телевизионной и иной белибердой. Многие не вспомнят, но в то время, когда телевидение было одно, жили мы в сотни раз спокойнее и счастливее. Мы делали качественные фотографии в фотостудиях. Мы, женившись и не имея многого, просто брали вещи на прокат. На прокат брали и велосипеды, и коньки. Вещи стирали мы все в химчистках. Теперь про то, что появилось и вроде бы к лучшему. Может быть я не прав, но утомительную процедуру глажения освоит сейчас не каждая женщина и совсем не каждый мужчина. Джинса рулит, но и джинсу угваздывать в никуда легко. Так же, как и многочисленную одежду, кое и стирать-то людям непонятно как. Кроме всего, стиральная машина вещь, хоть и очень удобная, но с большим количеством белья она не справится. А некоторые вещи туда и не запихаешь. Теперь про одно наблюдение, поняв которое, не понимаешь, зачем я на это тратил деньги. То есть, если вещью не пользуешься, по крайней мере, один раз в год, то зачем она вообще-то нужна? Это мы про электроинструмент, к примеру. Да и про фотографию. Умерший винт в раз гробит все воспоминания. И фото, и видео. Держать дома фотопринтер, попадать на картриджи. Держать СМПЧ, попадать на краску. Я могу перечислить на вскидку примерно 30% вещей, которые, по сути, вам не нужны. Это деньги. А их сейчас не хватает. А что будет дальше? Вопрос. На который даже наше правительство не находит ответа. Зато комбинат бытового обслуживания знает, как вам сэкономить те самые проценты семейного бюджета. Мало того, готовясь к битве за клиента, он предлагает цены в разы меньше, чем у конкурентов. Вот взрослый человек что должен уметь? Уметь хорошо деньги зарабатывать, да? Но он не обязан быть хорошим фотографом. Не обязан покупать себе кучу электроинструментов. В принципе, женщина тоже не обязана всю жизнь проводить на кухне, стирать. Я так понимаю, тот самый комбинат бытового обслуживания, который в нашей молодости решал все проблемы молодого населения, ну, тех мужиков, которые развелись, такие люди случаются. Потом, не каждый может похвастаться тем, что в старости лет он остался вместе с детьми и с помощниками. Вы решаете все проблемы практически? Да практически все бытовые проблемы мы решаем. То есть человек к нам приходит, он может постирать себе, ему могут почистить вещи. Если у него возникли проблемы с ремонтом, он может взять у нас электроприбор. Молодые семьи, у которых недостаточно денежных средств, могут прийти, взять на прокат там тоже детскую коляску. Может сфотографироваться и получить фотографию. У нас цены просто-напросто самые такие, как бы сказать, прогрессивные. И самое главное, все-таки ориентир нашего комбината бытового обслуживания, это на людей среднего достатка, на пенсионеров. Поэтому у нас основной девиз такой, хочешь быть богатым, работай на бедных. Но это не говорит о том, что мы работаем только на бедных. Мы работаем и на богатых. Но цены, вот представьте себе, ковер почистить, постирать, для человека, который приходит, среднего достатка 100 рублей, для пенсионеров 30 рублей. Но самое главное, мы сейчас пришли к такому выводу, что это должна быть услуга доступной. То есть мы, звоните нам, мы приедем, оформим услугу, оформим, возьмем у вас ковер, возьмем у вас белье, возьмем у вас подушки. Через 2-3 дня мы постараемся привезти в отличном качестве, привезти и сдать его соответственно. То есть человек сейчас, он ограничен по времени. То есть мы призваны для того, чтобы экономить ваше время. Время сейчас для всех, деньги. Вот мы на это дело и рассчитываем. Я еще обратил внимание, что кризис, наверное, в головах. Все набрали кредитов и хотят жить непосредством. Но оказывается, посредством можно жить разумно тратя. Да, я с вами здесь полностью согласен. Но для этого нужно просто настраиваться. На что? Что время подошло то, которое, услуги будут развиваться при том условии, если они будут доступны для людей. Не должны быть больших цен. Не должны быть очереди. Человек должен получить услугу гораздо дешевле, чем он бы потратил. Вот мы, комбинат бытового обслуживания, признаны для того, чтобы сэкономить на время. И мы не должны забывать, конечно, про ветеранов Великой Отечественной войны, про пенсионеров. На сегодняшний день мы сделали такое. И вот даже если посмотреть в нашем прайсе или нашей рекламе, мы ветеранов Великой Отечественной войны обслуживаемся вообще бесплатно. Но их осталось так мало. И нам так больно, что в месяц два-три человека. Два-три человека. Поэтому мы думаем сейчас, просмотрим и думаем, будет дополнительная услуга. Все, кому за 85 лет, который не может оказать услугу, я думаю, что мы где-то с сентября месяца такую услугу введем. То есть человек, который не способен выполнить вот эти услуги, а у нас русские люди все провели быть опрятными, аккуратными, особенно женщин. Мы постараемся вот с сентября месяца, всех, кому за 85 лет, пожалуйста, приносите вещи, мы вам сделаем эту услугу бесплатно. У нас, кстати, эта возможность есть. Амбициозные, как ни странно, вполне человечные планы будут реализованы. И для этого приготовлено современное экономичное оборудование, новые технологии и отсутствие аренды. То есть все свое. И никакой арендодатель в образе девочки с плеером, с веером не вкрутит цены, которые вкрутят вам. Теперь все по-взрослому. И для взрослых людей, умеющих считать деньги и экономить собственное время. Собрал, отдал, заплатил по минимуму и забрал. Ну а для самых слабых и уже заслуживших отдых. Помощь бесплатна, а услуги и того дешевле. И что самое дорогое в жизни человека? Да нет, не здоровье. Хотя здоровье, да, это проблема. Особенно в нашей стране. Особенно с нашей медициной. Так вот, чего не хватает? Не хватает времени. У каждого, у первого встречного. Но почему не хватает времени? Потому что мы его неправильно тратим. К примеру, вот дома. Если хозяйка сидит и занимается стиркой белья, мы тратим на что? Мы тратим на электричество, на воду, на химию. И сумма получается, ну, в среднем, 2000 рублей в месяц. Хотя здесь, в комбинате бытового обслуживания, все можно сделать и дешевле. Я просто посчитаю, даже если вы стираете дома, то, пользуясь услугами комбината бытового обслуживания, стирка вам обойдется в три практически раза дешевле. А если у вас есть такие вещи, которые вы не в состоянии дома постирать, ну, точнее, большое покрывало или ковер, да или много чего, ту же подушку вашу любимую, то здесь все это примут, приведут в исключительный порядок. И потом дальше наслаждайтесь своими старыми, но такими привычными вещами. А еще здесь много того, чего нам за последние 20 лет не хватает. Это прокат. Не надо тратить деньги, покупая дорогие вещи. Гораздо проще прийти, заплатить, ну, действительно, копеечку и воспользоваться услугами. Это ли не благо? Естественно, это благо. И благо то, что подразделение комбината бытового обслуживания располагается здесь, на улице проспекта Ленина, простите, 131. Продолжение следует...